Продолжение следует... 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 Но что Бог есть, это нам они вложили. И что мы умрем, мы составимся, умрем или погибнем, это они тоже нам вложили. И вот если человек не спасенный будет, а Бог есть, и есть рай и ад, то ты можешь пойти в ад, а ад это огонь, это черви. Червь не умирает, огонь не угасает. Мать этих слов не говорила, но сказала, Бог сказал. Бог сказал, терплю до конца, а буду мучить без конца. Я в Библии не нашел таких слов. Но все в Библии об этом говорит. Долготерпение к Божию придет конец. Мучения не будет конца. И пойдут все ей муку вечную. То есть это как бы собрано из разных мест Писания. И главное, мать говорила, это бойся Бога. Мать наша говорила, нельзя никогда плясать. Но она что знала, она же неграмотная. Евангелия у нас не было, Библии не было. Вот будешь плясать, и когда умрешь, будешь в аду. Ну у нас не знали, там демоны, этих слов не было, о черте. Это Лев Толстой так называл нечистую силу. Там тебя заставят плясать на огненных, раскаленных гвоздях. И я этого боялся. Как плясать? А потом у матери была лицевая книга. Вот кто ругается, матерится. Мессер, ты слышишь? За тобой этот страшный грех уже сегодня. Вот того подвесят за язык крюк, и нарисованный человек за язык подвешенный висит. А внизу огонь, а ноги в огне, и огонь его жжет. И во мне это буквально было все заложено. Это лицевая книга такая была. У нас отец матерился. Вера была маленькая-маленькая, что Бог есть, а дальше он жил как безбожий. Но я вот 73 года, я ни одного матерка еще не сказал. У меня был страх. Мама вложила страх. Вот я скажу, у меня старого, у него страха нет. Я ему и наказал, и говорил, и отказал в лагерь приезжать. А он совсем маленький. Отец у него глухонемой. Ни одного матерка сказать не может. Однако этому научился. Мама говорила, нельзя, что нельзя. Вот это Бог меня сохранил. Откуда маленьким детям вот вложить? Вот мусульмане вкладывают как-то. Рассказывают о многоженстве. И как у них 4 жены может быть. Но лучше все-таки одна. И вот такой маленький пацаненок бежит и интервью берет. Ну ты вырастешь. Сколько у тебя жен будет? Он сразу посуровел, так показал. Одна. Понимаете, как радостно видеть. Еврейского мальчика спрашивает такого же. Едва говорить умеет. А как ты жену добудешь? Как родители выберут? Он знает. Ай, черт. Ну воевать буду, если я завоюю и понравится, я ее возьму. Как в Библии написано, он отвечает. Русский не может ответить. Никак. Понравилось взял. А как понравилось? Когда ты родителей не знаешь. Она такая будет непослушная. Ничему не рад будешь. Это написано Исаак. Исаак и Яков. Исаак женился на Хитянках. И родителям житья не было от них. Поэтому надо жениться, чтобы она была верующей, с хорошей семьей. Это надо в детство вкладывать. Мы, интересно, слово блуд не знали этого. Но что мать говорила, не венщина, если ты живешь и с женщиной имеешь связь. Ты в аду будешь гореть. Какие-то слова-то они вообще... И меня Бог сохранил от этими словами. А шансов согрешить были тысячи. Я же не такой был когда-то. И были девушки знакомые. Я боялся пасть там прикоснуться к ним. Почему? Мама сказала, ты будешь в огне мучиться. Я разное... Вот когда считай, не в необитаемом острове выбросила, а там нашлась бы какая-то туземка. Стал бы я жить, когда священника нет не венщины. Я решительно отвечал, нет. Почему? Я задавал вопрос такой. Ко мне люди подходят и говорят, ну ты будь пять минут неверующим. И мы тебе отдадим, что ты хочешь. А я говорил, а если я в эти пять минут умру, и душа пойдет в ад, и она будет без Бога мучиться. Надо просить у Бога, чтобы жить по совести. Иметь страх Божий. Я вот кто у вас тут заходит туда, к вам говорю, старшаяся надежда, чтобы ни один порог не переступал, кто не относится к детям. Кто их привозит, ну тебя привозит, допустим, Наташа, она может зайти. Больше никто. Через дверь, вызов, какого-то свободно заходит. Сегодня несколько поймал. Вот это законопослушание вложить надо. Мама вложила в нас. Слово матери для нас было закон. Мама сказала, в школе пить нельзя, там мирские люди. Я ни разу, 10 классов кончил, ни разу не напился. Ну пить-то охота. Там потеешь на физкультуре. Ни разу. Да ко мне сколько было-то? Я пошел в школу-то на год раньше. Неполных шесть лет. И оттуда, большая переменка, это минут 10, я бегу домой, стакан выпил, тогда бегу обратно туда. Заложите в детей страх Божий. Я в прошлый раз говорил вам, я человек тоже живу на этой земле. Два раза в жизни пришлось мне стать вором. Это незначительно, это такое пустое незапомненно. Но так как мама говорила не воровать, я нарушил, Я сказал, и когда вас спрашивали, ничего не запомнили. А что дядя Игнатьев своровал, два раза это запомнили. Интересно так. Я говорил, как у одного бригадира, он к нам приехал, с отцом выпивали. А у него у лошади, ну, висит такое украшение, на пряжках, кисточке. А мне надо было, чтобы лыжи привязать, надо засегивать было. Не было пряжек-то. И я их снял, снял, не испугался. Он даже не заметил, и никто не заметил бы это. Я их спрятал, голубям залез в гнездо, и они там сгнили, там издоржавили. Я их даже не воспользовался. А другой раз оставлены на поле тракторы, понравились пассатижи эти. Зачем я их взял? Не знаю. Теперь вот это вот меня мучает. А он пришел же, этот тракторист, а он не нашел. И я их куда-то выбросил, и все, больше никогда. Почему? Совесть мать пробудила. Да, я грешник. Да, я виновен. Вор. Я считаю, воры царствия Божия не наследуют. Вот я вор. Но я узнал о Христе, что он умер за меня. Что если верующий во Христа имеет жизнь вечную, что это и ко мне относится. Ну, это вот что вы знаете, что вы слышите, идете на богослужения, литургии, священники. Я священника никогда в глаза не видал. У нас не было этого. Не было ни одной божественной книги, ну, не считая псалтырь, там на славянском языке. С большими вот такими полями, поля были. Там брат мой нарисовал лесенкой, и мы карабкаемся. Я как сейчас вижу растопыленные пальцы, и мы лезем. Я потом подумал, а долезем мы до неба или нет. Брат так и жил неверующий, обманывал их. Нельзя обманывать. Мама этому лучше обманывалась. Я всегда это детям говорю. Никогда не обманывайте, никогда не уйдите. Что ты сделал не так? Подойди к родителю, попроси прощения, попроси, чтобы помолиться. А вы когда услышите, что ребенок сознается в этом, не просто отпускайте. Ну, ладно, иди. Нет. Это грех, а грех рождает смерть. Не болезнь только, но смерть. Поэтому сразу на молитву. Приучите детей искать спасение во Христе в Боге. А это через родителей. Даже их нет. Ты с колена к колене, ты иди. Я такого-то обидел, сказал о ком-то плохо, неправильно. У меня язык черный теперь, грязный. Я плохое сказал, нажаловался, наебедничал. Я знал, нельзя ябедничать. А старший брат, он Самуил звать его, он греха не боялся совсем. И они курили. Но боялись, что я скажу. Они меня, я говорю, повалили с братом. Другой, двоюродным братом. Зажали мне нос, а по кировску в рот сунули. Дышать-то нечем. Я вдохнул, и они сказали, все, теперь ты мне скажешь, ты тоже курил. И я понимал, что я курил, и мне сказать нельзя. И мама спрашивает, курили или нет, что-то пахнет так. Я молчу. Она меня могла спросить. А я стою, у меня вот так, слезы тихут. И они по мне узнавали, старший лжет или не лжет. Как я благодарен Богу, что у меня была мама, пусть она не грамотная была, многодетная мать. Она дала страх Божий. Бойтесь Бога. Это начало мудрости. Все, что ты делаешь, играешь на музыке, поешь во славу Божию. И Ян Златоуст много что узнал, как Василий Великим, когда был там еще за церковью. Но когда пришел в церковь, эти таланты, они все отдали для Бога. Ты что умеешь делать? Петь? Я говорю, что в церкви иногда вы подпеваете. Старайтесь запоминать и петь, помогать. Стоите в храме благоговейно, я перед Богом. Всегда же тебя кто-то отталкнет, ты внимания не обращай. Ну толкнет, маленько подвинься там и все. Не считай себя никогда обиженным. Вы помните, что сколько людей сегодня, которые не имеют родителей, брошенные родителями, или их убили. Эти дети где-то скитаются, обмороженные, обовшившие, а вы такие все обихоженные, такие чистенькие. Ты всегда помни о тех, которым труднее, чем тебе, и не говори, что тебе плохо. Научитесь за все славить Бога. Потом это придет осознание. И просите у Бога, чтобы совесть была пробужденная. Вам это слово совесть еще не совсем понятно? Ну бывает, вот угрызение совести, обидел, ложиться спать. Как же спать-то я буду, обиженный тобой? А вы, родители, спрашиваете перед сном, не обидел ли кого? Может, помолиться надо? Может, обиженный тобой тоже изнывает в непрощенности? Вот детям сегодня преподают, ну буквально, жития знаете, я гляжу, вы им даете Библию. Какие же вы счастливые? Я хотел бы, чтобы пропели один куплет Бога и Его. Хотя бы один куплет. Это так радостно слышать, что имя Божие поминается. Сейчас батюшка зайдет, потом выходить будете. Ну-ка, поруководи с припевом. Начинается. Песня. 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 Этот соскочил и кидается в него, кусает его. Что попало делать? Да разве же это можно? Старше не так. Старше у меня, сусликов ловили, его надо ободрать, было суслика, засушить, за 20 километров пойти за год, где принимают их шкуры, и это будет 3 копейки или 5 копеек. Так, а уж первым сортом 6 копеек. 6 копеек. Ну, чтобы понять цену, это до Барнаула стоило 2 рубля 30 копеек. А мне надо велосипед купить. Я накоплю сколько-то денег, а старший брат придет и выманет у меня. Он не отбирал, а говорит, ну мне надо, тебе-то, ну тут ходишь в школу, а в школу ходить было 12 километров. 12 километров! Ну я пойду в армию, я в армии заработаю и тебе отдам. Какие в армии деньги? У меня даже ума не хватало, что в армии-то не зарабатывают. А я его люблю, я ему отдам. Я как-то плохо рос, этот брат выше меня намного, прям высокий такой был, да на 5 лет старше. А куда ехать? Он меня посадит на раму-то везти, тогда не было без рамы-то. Маленько отъехали, дальше садить за сиденье-то. Сам садиться, я его везу, чтобы везти. Я жил у бабушки, он тогда как-то приехал на лыжах и уехал. Так я бы лыжи вырезал и хранил этот кусок снега с лыжей брата. Это мой брат проехал. Я до весны его хранил. А соседский мальчишка пришел и говорит, а что у тебя свет-то моей лыжи? Я говорю, а почему твоей? А у ней вот такой изъян. Она посмотрела, правда, надо же. Я и хранил-то лыжину чужую совсем. Я ничего не мог сделать, но у меня не было на это таланта. Но у меня было другое. Я прислушивался, что мне Бог скажет. Я не знаю, откуда во мне было. Вот это вот избрание называется. Я прислушивался к земле, гул какой услышал однажды, как вещества идут по корешкам, чтобы плоды сделать. Как шел однажды в школу, упал, увидел, как небо раскрылось. И тетка потом подтвердила, в нашей деревне была, она тоже видела. Я вот сегодня спрашиваю, Виктор Николаевич приехал, ну ты в деревне видишь хоть один ребенок есть такой, который избран Богом, уже сейчас видно. Он так развел. Ну может быть там у Андрея Устинова девчонки растут там, а мальчишка-то это. Я говорю, а как Исааки. Может быть. У меня сестра, я спросил, у нее тоже сыновей несколько. Я говорю, рукой закрывайте, как-то позевайте сюда. Я говорю, у тебя вот сколько сыновей она? Четверо. А кто у них более так богобоязненный, к Богу расположенный? Ну как, увидеть избрание. Она что мне ответила? Ну что смеяться-то зря. Вот и все. То есть ни в одном мать не видит это, а мать не видит. А мать-то знает больше, чем я знаю. Меня всегда этот вопрос интересует. Если в ребенке это есть, я-то лишь мало с вами общаюсь, то этот человек попадает у меня, ну, в мой поминальник. Я всегда начинаю о нем молиться. Господи, сохрани меня. Хотя я всех молюсь, а этот человек на особое место выходит. Не то, что он талантливый какой-то, страх Божий есть или нет. Все наши таланты должны быть направлены для прославления Бога. За все благодарить. Никогда не роптать. Никогда не стонать. Это у нас в лагере. Я начальник детского лагеря. Основателю уже 40 лет. Дети у меня. И вот сегодня подошла ко мне и нафа и говорит, одноклассник хочет в лагерь попасть. Вот это дело. Вы сами начните работать, рассказывать. А то мы развешиваем афиши, нас никто не знает. Тем более нынче меня в лагере может и не быть. Мы опять готовимся на благовестие. И очень далеко. И вы хоть маленький, но я вам скажу, что мы едем так далеко, как никогда не ездили. Едем за границу. Мы были у Тихого океана. Собака наша там купалась. Ну, находка. А теперь мы едем, если Бог благословит, до Португалии, Атлантический океан. Проехать все государства Европы, захватить Скандинавию и Прибалтику. И вы эти слова потом услышите. И мне нужна помощь. Помощь, конечно, первая, это молитвенная. Чтобы я вас там, в дороге всегда молюсь. Приучите детей тому, чтобы они помнили о нужде, какую имеют другие люди. И вот, допустим, мы очень нуждаемся в благословении Господнем. Чтобы нас Бог сохранил в пути. У нас много опасностей. У нас нет денег. Нашу машину не пропускают. У нас нет переводчика. То есть пропустят ли с этим грузом туда, мы ничего не знаем. Но детская молитва так близка к Богу, что все препятствия просто рухнут, их не будет. Вам понятно, о чем я говорю? Что вы будете молиться сейчас в храме и скажите, Господи, вот наши братья собираются на благовестие. С нами сесер никогда не будет. Только одни братья. Сделай как тебе угодно. Если мы там не нужны, Бог поставит препятствия, которых нам никогда не перейти. И это тоже во славу Божию. Значит, о чем я вам сказал? О страхе Божьем. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Как бы не нарушить. В школе вы бываете, родители вас там не видят. Вот на физкультуру будут говорить, надо в одних штанах ходить. Никогда на это не пойдите. Никогда. Я буду, пусть брюки, а сверху будет юбка. У меня племянница тут была в училище, Настя, ну и сказала, вот так нельзя по-другому. Мы пошли с братом, брат и Аким, батюшка, и мы там, а садись рядышком, садись. И мы поговорили с директором, и разрешили, разрешили в юбке быть на физкультуре. Никогда нигде не раздевайтесь. Приучитесь вот в таком целомудренном виде, чтобы грудь никогда не была открыта. Закрывайте всегда, чтобы под как, видите, как рубашка у мужчины. Храните себя. К себе не разрешайте даже прикасаться мальчикам. Самый страшный грех это несохранение девственности. Для детей это смертельно опасно, согласно Слову Божию. Сегодня этого закона придерживается 2 миллиарда людей. Поэтому, родители, смотрите. Если вы детей не приведете в Царство Небесное, у них не будет страха, я сомневаюсь, будете ли вы сами в Царстве Божьем. А не так, что есть дети, вот у меня забота, а у тебя нет детей, никогда так не рассуждай. Я с первого дня, как обратился, я понял, у меня 10 детей. Я жизнь прожил так, что у меня 10 детей. Я на 10 детей работаю, они так, где 7 детей, еще лежит, днем спит. Я должен работать, я должен найти многодетных, я должен помочь. Зарядите в детей это, неизвестно, какая жизнь будет, но имея страх Божий, они будут иметь все. Все, то есть Царство Небесное. Ищите прежде всего Царствие Божие и Правда Его. А все сие, то есть пища и одежда, приложится вам. Вы сегодня сытые, одетые, и вас Бог не оставит. Давыд говорит, я не видел праведника оставленным и просящим хлеба, и дети у него такие же будут. Вот мое сегодняшнее маленькое для вас слово. Если какие вопросы у вас есть, вы подходите, в первую очередь к родителям. Если нет, значит, преподавателям своим. А если они не знают, ну они тогда, или вы сами подойдете, кто у нас тут проповедует, говорит, у нас тут братья есть. Никогда никому не старайтесь досадить зло. Вот в прошлый раз было, снежки кидали, снежок перелетел через забор и соседу в дом. Дом-то горелый, он в нем не живет, в бане живет. Этот человек ни страха Божия не имеет, Но, он сразу, а почему мне в дом ударили снежком? И не раньше, не позже оказался дома. У меня хорошие отношения были. Ну я теперь не знаю, как поправить, но ближе он забыл и все. Никогда никому не досаждайте. Старайтесь отодвинуться в сторонку. Написано, не стесняйте ворота. Это имеет очень большой смысл. Вот она у вас старшая, поэтому ее никак нельзя обижать вам. А ты над ними не просто командуй, а подсказывай самое доброе. Уважайте старшего. Но все вместе знаете, что Тарасий у вас, он главнее вас всех троих. Бог так назначил. И поэтому вы Тарасия нигде не щипайте, нигде не давите, относитесь к нему, как к брату, который может быть священником в дальнейшем, епископом, вашим защитником. А ты береги своих сестренок. Вот они подряд все трое сидят. Это Тарасии твои. Ваня, ты старше? Сколько у тебя сестер? Две. А? Две. Трое? Две. Двое, да? Две. Две сестренки. Вот и Нафа, и Фроси он сидит. Красавицы какие. Береги. Береги. Чтобы их ни один мальчик нигде в школе не трогал. Не позволяйте этого. С безбожниками не шутите, не играйте. Никогда не иди детям, не разрешайте заходить кому-то на дом. У меня близкие знакомые, близкие, 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 верующие наши. Девчонка увлекается музыкой. С парнем разговаривали в школе. И оказалось, интересы общие. Но он называет одно произведение, которого нет. Ну, можешь зайти у меня послушать. И она зашла в дом. И с чем это кончилось? А отец милиционером работает. Отец за оружие застрелить его. Трагедия. Совершил насилие. Никогда никому не заходите, не разговаривайте. Пошли в школу. Три поклона на иконы святые. Вот у вас. Видите как? Передний угол. Три поклона и к родителям. Папа, как зовете там? Тятя, мама. Благословите. Родители отвечают. Бог да благословит и сохранит вас. Вернулись? Опять поклонитесь родителям. У нас все хорошо. Спаси Христос. Благословляйте детей. И когда даже они не так что-то сделают. Написано. Никогда не проклинайте. Я попутно вам и родителям хочу сказать. Наказывать нужно крайне осторожно. Очень и очень редко. Они так, что попадя под руку, тем и бьют. За уши хватают, тянут. Ребенок не слушается. Ну, ребенок маленький. Три года. Не полных даже было. Ну, он, говорит, мать прям в бешенство приходит. Под кровать заскочил. И лежит под кроватью. А мать не знает его, как достать. Она схватила туфель, как забепела туда. Ну, молчит, проходит. Ну, ладно, вылазь. Не вылазит. Она попала прям в песок и убила сразу его. Представь теперь для матери как. Мать не выдерживает. Даже они молятся. Полный храм. И тишина. А почему мы не молятся? А кто о чем думает? В это время он подходит, руку ложит и мысли. На одного положил. А он парень стоит. А он думает, вот эта девка мне нравится. Что она меня отвергает? А другой регент. Я лучше, чем тот. Я ему не допущу. Кто что думает? Мысли озвучены. Были только маленький, тоненький голосок. И ангел провел священника, а там при самом ходе девочка молится. Господи, папу нашего братья, он такой хороший, ну вот пьет. И этот голос слышится на весь храм. Это православный фильм. Сейчас ставят они небольшие такие фильмы. Понятно? Я вас не буду больше утомлять. Да поможет вам Господь и родителям вселить в детей страх Божий. Страх Божий это начало мудрости и венец мудрости. Без страха Божьего никто не спасется. От греха тебя никто не спасет. Только страх Божий. Я бы это сделал. Я хочу взять чужое. Хочу ударить. Я не могу. У меня руки же связаны. Господь не велел мне. Это закон. Да благословит Господь. Благодарить. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Песня. 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 Аминь. Слава Церкви, Сыну и Святому Духу, Хвали, Душа моя, Господа, Восхвалю, Господа, Животель Моя, Пою Богу моему, да не же есть, Не надейтесь, А на князь и на сыне человеческие, Не жених спасения, И везы, И Дух Его, И возвратится в землю свою, В тот день погибнулся, По мышления Его, Блажен, И Мужик Бог, И околь помощник Его, Упование Его на Господа, Бога своего, Сотворьшего неба и землю, Море всея же в них, Хранящего истинно век, Творящего суд обеденным, Дающего пищу алчущим, Господь крыши такованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцев, Сырых да вупринят, И путь грешных погубит, О, Царица, Хранящего истинно веки, Господь во век, Бог, как все, Не в роды род, И мы не присланы, Во веки веков, аминь, Единородный сын, И в слове Божий, Бессмертицы, Изгоем и спасение Нашего роди, Воплотитеся, Святые Богородицы И Преста Девы Мари, Непреложного Человечегося, Расплеси же в жизни Божьей Смертью, Смерть поправой, Единицы, Святые Троицы, Спрославляемый Отцу И Святому Духу Спаси нас, Спаси нас, Блоки, Блоки, Миром Господу, Помолимся, Господи, Помилуй, Божией, Блокодатию, Господи, Помилуй, Славную Владычницу Нашу Богородицу И Святому Марию Со всеми святыми, Помянувшие сами себе Друг друга и живот нас Христу Богу предадим Тебе Господи, Блокодатию, Человека любит Бог, Истинь тебе славу, Восылаем Отцу И Сыну и Святому Духу Ныне приисной во веки веки веков. Аминь. ПЕСНЯ Блаженник, нищие духу, Я хотим, где царство небесное, Блаженник плачущий, Я хотим утешиться, Блаженник родцы, Я хотим, на среднем землю, Блаженник отжущий, жаждущий и правды, Я хотим, на среднем землю, Блаженник милостей, Я хотим, помилований будут, Блаженник чистые сердце, Я хотим, Бога узрят, Блаженник миротворцы, Я хотим, сынами Божьи, нарекутся, Блаженник, на неправды ради, Я хотим, где царство небесное, Блаженник стих, да поносят вам, И жену берегутся, Блаженник стих, да поносят вам, Блаженник, на неправды ради, Блаженник, на Passover, Блаженник, на рананий, Блаженник, на blancен haar. Блаженник милостей, Субтитры создавал DimaTorzok